Друзья, приветствую! Алексей из Башкортостана прислал посылку с образцами масла Shell Helix HX8 540 и Edemitsu The Pro Touring 530. В этом видео я проверю Edemitsu. Вот два комплекта образцов. Убрал координаты Алексея и вот описание. Сверху Shell, снизу Edemitsu. Edemitsu использовалась в Toyota Ciena 2012 года, 1,5 литровый, 1NZ FE. Немножко протекло, поэтому я сейчас почищу, подпишу и можно приступать. Это масло я уже проверял, поэтому я сейчас проверю на предмер подлинности, скажем так. Проверю свежее, сравнив с эталоном. Вот прибор измеряет фон, проверил частоту окон. Периодически он это делает, такие калибровки. И вот я уже заложил, но еще на видео это не попало, раз согласование я поджимаю. Так, смотрите, что намерил прибор. Противоизносных присадок 103%, очень похоже. Кислотная 1,45, в эталоне 1,56 и щелочное 8,2, в эталоне 8. Да, видите, чуть выше щелочное, чуть ниже кислотное. Ну, такая прямая здесь взаимосвязь. Возможно, тут положили чуть больше кальция и поэтому, значит, кислотное чуть ниже, а щелочное чуть выше. Но, в общем-то, сомнений в оригинальности нет. Я так думаю, немного воды здесь, да, совсем меньше, чем в эталоне, скажем так, лучший образец. Так, все, значит, это я закрываю и можно проверять отработку. Так, как я уже говорил, это Toyota у нас, 110 сил, значит, общий пробег 152 тысячи с хвостиком, пробег на масле 7100 километров, 80% по трассе, значит, Алексей написал, что любит крутить мотор и топливо, башнефтепродукт АИ-92. Так, смотрите, что намерил прибор. 79% противоизносных присадки, нитрование зажелтело, сажи 0,02, нормальный процесс сгорания происходит, кислотная на чуть больше единицы выросла. 2,59 гликоля 1,10 и щелочное 3,2. Уже, в принципе, так масло подсрабатывается, да, запас совсем небольшой остался. Так, и что у нас тут? И воды. Воды уже чуть побольше, чем в эталоне. Но это такое. Вода, как я уже говорил, может из атмосферы набраться легко во время дождя. Ну, влажность. А потом при движении по трассе выпарится. Так, сейчас покажу вам сравнение вязкости. Посмотрим, что тут по вязкости. Есть ли какие-то тревожные симптомы, связанные с вязкостью, например, там загущение или сильное разжижение. Так, да, видно, есть сильное разжижение. Много топлива попадает в масло. Посмотрите, уже достигла желтой зоны. Это уже не менее там 75 процентов. Примерно так. Да, сильное разжижение. Несмотря на то, что 80 процентов по трассе подливают, похоже, форсунки. Не забывайте отметить видео, подписаться. Кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы получать уведомления. Сейчас покажу вам прогноз. К сожалению, средней скорости нет, моточасов нет, поэтому ориентируемся только на километраж. И вот в данных условиях, в данном автомобиле это масло способно было отходить 7800 километров. Но, подчеркиваю, здесь есть какая-то вот проблема. Значит, большое количество топлива. Естественно, это топливо повлияло на спектрограмму. И здесь возможны там, скажем так, варианты. Не совсем, не стопроцентная точность, скажем так. Вот я не оцениваю, в общем-то, работу прибора, а то, что топливо повлияло на спектр. Ну и вот такой результат по нитрованию более-менее. Ну и видите, там 8700 по по вязкости. Тоже здесь проблема очевидна. Значит, ну, скорее всего, имеет смысл там, я не знаю, помыть форсунки. Это похоже тоже, да, у нас непосредственный впрыск. Вот. Имеет смысл, может быть, проверить, помыть форсунки, снять или помыть на моторе. Ну, кстати, вот я недавно проверял масло. Акцентирую, если промываете какой-то промывкой, значит, не снимая форсунки с мотора, желательно после промывки, несмотря на то, что пишут, можно оставаться на масле, желательно промыть хорошо двигатель, в том числе с помощью промывочного масла, потому что я столкнулся, масло хоть и поменяли, но видно действие промывки на масле, уже на новом. То есть, прямо на баночке видно, я покажу вам, прямо такие круги, как будто пленка масляная рвется и такие круги увеличивающиеся растекания, такой моющий эффект. Такое я видел на дизелях каких-то тоже, да, при добавлении большого количества моющей присадки, моющая присадка смывает, размывает как-то, вот пленку, мне кажется, рвет. То есть, злоупотреблять тоже не стоит этим делом, потому что вот эти частицы этой моющей присадки могут, на мой взгляд, рвать пленку и привести к негативным последствиям в некоторых моментах. Вот такой получился тест. Благодарю Алексея за предоставленные образцы. Вторая часть посылки будет в следующем видео. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.